Ребенку спросить, вот тут не так давно у клиентки проблемы с внуком. Ему три года, было подозрение на аутизм, в общем он не разговаривает. Ему два года ставили врачи подозрение на аутизм с задержкой речевого развития. По всем анализам, по всем обследованиям он в норме. Проходили в два года, там мама проходила тест на аутизм, там с кучей вопросов, с кучей симптомов сравнивала. В два года было много признаков. Сейчас она повторно по этому тесту прошла. Сейчас, говорит, признаков почти нет, осталась только парышка. Ребенок, получается, не разговаривает, там около двух лет он говорил мама и баба, но не маме и бабе, а просто вот в никуда говорил, ну хотя бы хоть что-то говорил. Но он потом перестал говорить любые слова и сейчас только звуки издает. Вот, ничего не говорит, кроме того, был раньше гиперактивный, сейчас стал спокойный, может молча там по три часа играть. Вот, слух проверяли, слух нормальный. Вот, и вот, в общем, у них такой вопрос, может ли это быть аутизм, и так вот, можно ли в данном случае помочь в реализованной терапии. Я, вот вы мне напомнили один случай, который у меня был, если можно, я расскажу. Маленький, маленький случай. Обратилась ко мне мама с ребенком, тогда ребенку было шесть лет, ребенок не разговаривал вообще, хотя перед тем разговаривал. Этот ребенок, мама очень такая щепетильная, очень о всем переживает и так далее. Ребенок снимался в рекламе по телевидению. И потом перестал вообще разговаривать. Начали спрашивать маму, что они там делали и так далее, как, ну вообще, как они лечились. У ребенка болела нога, болела коленка. И вот-то бы как все. Мама прошла всех специалистов. Было у разных диетологов и так далее, потому что там болезнь, то есть связывались с диетами и так далее, и так далее. И я предложил ребенку очень простое лечение в Суджоке. Провел это лечение. И ребенок сказал, что мама, мне так хорошо. Вот я помню эти слова. Мне так хорошо. Я сказал маме, что вы знаете, диета у ребенка очень-очень такая жесткая диета. Практически она, ну, практически ничего не ела. То, что должен есть ребенок, когда он развивается. Было очень много ограничений. А девочка любила очень шоколад. И вот мама сказала, вы знаете, приходите на следующий раз ко мне и приносите шоколадку. Принесла шоколадку. Дали ребенку шоколадку. Она съела шоколадку так, чтобы все лицо было в шоколаде. На следующий раз мама приходит с ребенком, ребенок полностью разговаривает. Контакт с мамой, со мной все очень хорошо. Для чего я это рассказываю? Часто, когда мамы переживают о здоровье своего ребенка, они настолько ограничивают развитие этого ребенка. Они ищут всякие проблемы, всякие болезни. То есть надо на это смотреть критически. Не всегда так это делать. Что можно, не глядя, вот ребенок, который подозревается в аутизме и так далее, что, не глядя, надо было бы сделать? Ну нет, диагностик мы не проводим сейчас, диагностику этому ребенку не анализируем и так далее. Но что надо было бы сделать? Надо было бы сделать то, чтобы дать ребенку все, что ему необходимо для развития. Сейчас у детей очень большой дефицит качественного белка. Очень большой. Если вы зайдете в магазин и захотите купить продукт с качественным белком, вы не купите его. В мясе качественного белка нет. В курице тем более нет. Вообще взять любые, потому вам надо обязательно коррекция, коррекция питания, чтобы ребенок мог развиваться. Плюс есть программы на биорезонансе. Давать развивающие программы на биорезонансе. В каждом случае надо подбирать эти программы, потому что все зависит от того, какие проявления есть у ребенка. Но этим вы не сделаете никогда хуже ребенку, если вы ему дадите хорошее питание. Никогда не сделаете. Когда вы ему дадите аминокислоты качественные, когда вы дадите ему качественный белок, когда дадите несинтетические витамины. Когда вы дадите биорезонанс, который будет коррегировать данного ребенка. Не подходите к этому с каким-то страхом и так далее. Ведь в моем арсенале лечения в принципе нет методов, которые вредят человеку. Вот главная заповедь врача не вредит. Вот ее уж надо выполнять. На каждой фармакологической таблетке нам есть показания, противопоказания и побочные действия. Можно это обходить. Я не выступаю против фармакологии. Фармакология тоже нужна. У меня был недавно случай, меня фармакология спасла. У меня жизнь. Так что я не выступаю против фармакологии. Я выступаю только за рациональное и разумное использование. Как фармакологических средств, так и биологических добавок, которые сейчас очень актуальны. Потому что наше питание стало очень нехорошим, бедным, скудным. И точно так же за биорезонанс выступаю. Почему за биорезонанс? Потому что это практически метод, если мы его используем рационально, разумно, это очень хороший метод. И безопасный метод, что самое главное. И метод, который не требует бегать по поликлиникам, сидеть в очередях и так далее, и так далее. Просто есть программа, запрограммировали. Ребенок носит аппаратик, родители это контролируют и все. Почему эти методы не развиваются? Проблема только в одном. Вся медицина, она питается за счет, вот система медицины во всем мире. Она питается за счет фармакологии. Но ваша, ваш выбор. Вы можете лечиться фармакологическими средствами, можете лечиться биорезонансом, можете лечиться, давать там какие-то биологические добавки и так далее. Это ваш выбор. А лучше всего рационально, через опытного специалиста, который вам назначит. То, что вам нужно, то, что вам будет наиболее рационально в данном случае конкретном. Да. Знаете, многие люди возмущаются. На каждом углу аптека. Ну давайте уберем аптеки. И что тогда за полюс? Нет ни одной аптеки. Всегда люди будут чем-то недовольны. Это хорошо, что есть аптеки. А дальше, а дальше надо просто рационально это использовать. Это хорошо, что есть много суплементов, биоподобавок. А дальше? А дальше надо их хорошо использовать. Это хорошо, что есть биорезонанс. Но его надо просто с умом использовать. С этого аппарата можно вытянуть очень много. Очень много. Единственное, что этим надо интересоваться. Как на уровне профессиональном, так и на уровне непрофессиональном. Вы купили себе аппарат. Но если вы купили этот аппарат, то вы должны немножко хотя бы интересоваться. А как им пользоваться? Как, в каких условиях воспользоваться аппаратом? Если вы покупаете аппарат, вы же покупаете не себе, вы покупаете на семью. То есть в каждом случае вам надо смотреть, как данный аппарат использует каждому члену семьи. Там кто-то скажет дорогой. Да не дорогой. Если вы потеряете на 4-5 человек, он совсем не дорогой. У меня аппарат более 10 лет. Я его не хочу менять, потому что я к нему привык. То есть старая вся модель. Я уже настолько к ней привык, что просто не хочу его менять. Хотя можно поменять на новый. Ну, сентиментальность, наверное, моя. Пока не меняю. Хотя в новом аппарате уже больше частот и больше программ. Поэтому вот, если вы хотите быть здоровым, первое, что надо. Первое, надо хотеть быть здоровым. Наверное, 90% людей не хочет быть здоровым. Если бы хотели быть здоровыми, то, наверное, бы никто не курил. Если бы хотели быть здоровым, то давно бы сделали так, что у машин не было бы хлопных газов, и было бы свежий воздух. И так далее, и так далее, и так далее. Это все показывает, что люди не хотят быть здоровыми. Люди хотят мучиться. А вот те, кто не хочет мучиться, должны просто думать, как с этого выходить. Есть много возможностей. Я вам рекомендую и биорезонанс. Я вам рекомендую биодобавки для того, чтобы организм получал все то, что ему нужно. Потому что сейчас есть очень много дефицитов. Йода, по йоду дефицит, по кальцию дефицит, и так далее, и так далее, и так далее. По качественному белку дефицит. Насчет ребенка, о котором вы говорили, тяжело сейчас просто так, знаете, через интернет давать какие-то советы. Но я думаю, что вы воспользуетесь теми советами, которые я дал. Первое, сбалансировать хорошее питание, если вы хотите знать, как его сбалансировать. Можете обратиться, даже к нам можете обратиться, там расскажут, как и так далее, и так далее. Какие программы поставить? Ведь есть программы в биорезонансе, которые вообще просто программы развивающие. Программы, которые можно использовать, не зная причины. Конечно, очень хорошо, если мы в каждом конкретном случае, когда ребенок никому не разговаривает, и так далее, найдем причину. Но не всегда это возможно. Не всегда это возможно. Но всегда возможно дать развивающие программы, которые будут помогать. В каждом случае они будут помогать ребенку. Не знаю, наверное, так все, что хотел сказать, сказал. Продолжение следует...